Карткировской земли. Итак, вы смотрите в прямом эфире детали дня личный прием. Ровно неделю назад в этой студии свой личный прием провел глава Усть-Вымского района Василий Лютоев. Вот о чем вы его спрашивали и самое главное, какие ответы были получены. Материал Ольги Коняевой. В конце прошлого года в селе Усть-Вым закрыли аптеку. За медикаментами теперь приходится ездить в райцентр. Но проблема решается, говорит Василий Лютоев. Местная амбулатория уже получила лицензию на продажу лекарств. Киоск откроется в ближайшее время. К тому же идут переговоры с предпринимателем. И уже в марте здесь может появиться частная аптека. А вот вопрос о водоснабжении Микуня снова затягивается. Чтобы из кранов не текла жидкость цветозаварки, нужно больше миллиарда рублей. А на дворе нелегкие времена. Минстрой предлагает другое решение. Сегодня наши проектанты предлагают нам опробовать установку. Мембранную установку по очистке воды. Для того, чтобы в дальнейшем мы смогли четко для себя определить. Удовлетворяет эта установка мембранная. Действительно, тем требованиям, которые сегодня предъявляются к питьевой воде именно. А когда хотят поставить? Это буквально будет в ближайшие месяцы. Хорошая новость прозвучала для микунских дачников. Проблем с транспортом в этом году быть не должно. Другая жалоба – плохая очистка дорог. Дворовые проезды не могут одолеть даже большие машины. Пожарные, скорые. Не говоря уж о легковом транспорте и пешеходах с колясками. Подобная проблема и в Айкино. Там же есть и недовольные своим жильем. Вопрос жительницы Айкина о заветных квадратных метрах остался без конкретного ответа. Я и мои несовершеннолетние дети живут по улице Школьной, которая считается аварийным. Мы выиграли Верховный суд. Неоднократно обращались, чтобы нам все-таки выдали какое-то жилье, потому что на данный момент у меня и у моих несовершеннолетних детей нету жилья. Но почему-то власти отмахиваются. Копились вопросы к главе и у деятелей культуры. По решению руководителя района деньги, вырученные от платных услуг, учреждения досуга теперь направляют на зарплаты. Хотя раньше их тратили на покупку оборудования, концертных костюмов. Василий Лютой в дал гарантию. Все вернется, нужно только проработать некие механизмы. Есть возможность отремонтировать издание музейного архива в селе Устьевым. Правда, тоже за средства культуры. Эти работы мы запланируем, хотя, если честно скажу, в бюджете их нет. В бюджете района. Но есть некий бюджет культуры, который будет использован для каких-то ремонтных работ в течение сезона. И дальше мы с этой суммы посмотрим, что мы сможем выделить именно для этого здания. Но гарантировать пока не можем. Гарантировать пока ничего. Жители Суденца пожаловались на управляющую компанию «Жилфонд». Услугу не предоставляют, а деньги берут исправно. Нареканий действительно много, подтвердил Василий Лютой. Не пора ли лишать лицензии? Население деревни Гам интересуется, когда в их дома придет газ. В 2015 году удалось запустить магистральную трубу, и голубое топливо пошло в многоквартирные дома. Однако частники об этом пока только мечтают. С учетом того, что вот эта магистраль является муниципальной, в связи с этим не работает условие постановления Российской Федерации номер 1314 о технологическом присоединении, когда могут жители, пользуясь льготным тарифом, подключиться к этому газопроводу. То есть газопровод должен быть в собственности у газораспределительной организации. У сельчан из Мадмоса пока только и есть одни надежды. Им так и ответили – газифицировать нецелесообразно. Даже несмотря на то, что буквально в километре от поселка проходит газовая магистраль. Сегодня свой личный прием проводит глава Карткировского района Василий Гончаренко. Василий Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Признаюсь, вопросов неудивительно очень мало пришло, вернее, даже удивительно скорее. Последний раз вы здесь были 26 ноября 2014 года. И вопросов немного, но два из них пришли с пометкой. Задается повторно в личном приеме на телеканале Юрген. С них я предлагаю начать. Когда будет строиться детский сад в селе Большелук? Детей возим в деревню Вылип, а также многим места в детском саду просто не достается. Мы очень давно ждем начала строительства. Так получилось, что нам пришлось проект, который мы делали в 2014 году, перепроектировать. С панелей деревянных на кирпич. Естественно, так понадобилось время и перепроектирование. Соответственно, оно потребовало и новой экспертизы. Поэтому в этом году мы завершим экспертизу этого проекта. И по согласованию с правительством мы включены в программу инвестиционного строительства на будущий год. То есть я думаю, что в будущем году строительство начнется. Начнется как минимум, а завершено будет? Ну, в общем-то год на такой сад. А остальные процедуры, после которых дети пойдут в сад, займут еще примерно? Я думаю, это месяца два. То есть в целом где-то через полтора года? Да. Новый детский сад в Большелуге будет построен. И второй с пометкой повторный. Из Нивширы в деревянном здании школа, где учатся начальные классы, очень холодно. Надо здание ремонтировать, утеплять, менять окна. Зимой в школе уроки проводятся по 30 минут, дети сидят одетые в куртках. Планируется ли ремонт в школе? Действительно, начальная школа в Нившире, она деревянная, с бруса. Есть такая проблема. Но хочется сказать, что пока в ближайшее время у нас не запланированы средства на новое проектирование. Единственное, мы думаем над тем, как провести капитальный ремонт начальной школы. Хочется сказать, что для Нивширы, в принципе, сделалось не мало. Последнее время мы отремонтировали капитально спортивный зал для этой же школы. Он сегодня стал практически новым. Бегать теплее теперь. Новый и современный детский сад полностью капитально отремонтирован в Нившире, где 80 детей сегодня занимается уже в совершенно новых условиях. Поэтому, думаю, очередь к школе, она уже пришла. Как раз это следующий объект, на который мы обратим внимание и будем искать инвестиции. Примерный срок, пожалуйста. Ну, пока в плане этого объекта нет, но будем уже планировать искать деньги на проектирование. Хотелось бы, чтобы мы в будущем году к этому уже приступили. Тоже надеемся, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я житель Топитка, Каркировского района. Хочу сказать большое спасибо Василию Натальевичу за открытие нового муниципального автобусного маршрута. Вот, теперь у нас 1 января 2016 года, как бы, есть свой автобус по Тебокарке, Росык Товкар. Вот, хочется сказать большое спасибо, что теперь у нас собственный автобус. Так как бы, был перевозчик из Уругеоля, и сюда был переполнен. Ну, вот, и мы зависели от переправа. Спасибо большое. Собственно, это вот спасибо, вопроса никакого у вас нет, да, я правильно понял? Нет, да, да, хотела бы поблагодарить Василия Анатольевича за то, что теперь у нас в Тебокарке свой автобус. Да, весьма спасибо, нетипичный звонок. Да, действительно, это была проблема такая серьезная для этой части поселений. Жители по Тебка страдали, потому что перевозчик шел из Кероса. Вот такой руль Керос. Проходил мимо, да? Да, и это была проблема, он полный, и не заходило такое все поселения. Сегодня проблема снята. Отлично, теперь вернемся к нерешенным пока, к дорожным вопросам. В нашем отдаленном поселке Урайоль очень плохо чистятся дороги зимой. Грунтовая дорога Лабором Урайоль нуждается в ремонте. Хотелось бы задать вопрос, будет ли он отремонтирован, этот участок дороги? Действительно, там 6-6 километров 300 участок дороги, который был, в общем-то, раньше бесхозным. Даже не республиканский? Да, вот он, его служила компания Монти, которая там работает, и как бы так проблем не было, потом она оказалась, в общем-то, так брошенной, и мы ее, так сказать, привели в свою собственность, и сегодня уже можем на ней тратить средства. В этом году уже заложено на ее ремонт 5 миллионов. Это для понимания, вот две трубы, так вот, сточных, которые идут, значит, вода, которая идет с полей, действительно, весной там не проехать. Поэтому мы уже в этом году заложили средства по 2,5 миллиона на одну трубу, то есть 5 миллионов уйдет только на то, чтобы положить трубы и защебенить, там где-то на расстоянии 500 метров, чтобы поднять этот участок. В этом году мы уже щебень туда завезли, вот, так проект сделали, ждем весны, когда можно будет выступить так этим работам. Думаю, что дорога, наконец-то, она будет так проезжать целый год. Что касается очистки снега, этот участок сегодня чистит такой сколом с кадрсу, вот, какое-то время так не было понимания, но вот не наши, так сказать, сотрудники, поэтому, ну, в общем, договорились, уже так поставили на двойной контроль, и уже контролируем с помощью нашей дорожной компании, которая так подстраховывается, если что. Может быть, не напрямую зависит вопрос, но вот бывшие ваши коллеги, насколько я знаю, наши господа из Австрии, они почему отказались от обслуживания этой дороги? Она им уже не нужна стала, они уже по ней не ездят. Была построена дорога, значит, для них Урьёль-Усть-Локчем, через лес, это 70 километров новой дороги, было введено в том году, был построен понтонный мост через реку Локчем, и поэтому уже вся техника, весь лес идет, так бы, без Урьёля, такая дорога не нужна. Ну да, но дорога нужна, с вами мы об этом сейчас еще раз узнали. В селе Старожевск, следующий вопрос, надо ремонтировать дороги, улицу Первомайскую, где находится аптека и Сбербанк, и дорогу от больницы до центральной улицы, дороги аварийной, яма на яме. Хочется сказать, что Старожевску мы уделяем большое внимание, и всегда уделяли, так если вспомнить, позапрошлым году была сделана, а даже еще, значит, в 2014 году была сделана дорога подъезд к Старожевску, капитально отремонтированного за счет Азербайджанских средств, в прошлом, позапрошлом году мы сделали дорогу подъезд к школе, а в прошлом году была сделана дорога подъезд к больнице. А в этом году? Осталось в 2015. А в этом году у нас пока в плане, значит, Старожевска нет, вот, но рассматриваем вопрос, если будут средства, мы ее включим. Но сегодня в Старожевске вот осталась одна дорога из, так сказать, из трех внутренних, те, которые вот нужны и значимы. Но к больнице подъезд есть по новой дороге. Единственное, конечно, что еще одна дорога значимая. То есть альтернативный подъезд все-таки существует. Альтернативный подъезд есть, но, конечно, дорога, о которой идет речь, она нужна, потому что много объектов, значит, на ней находится, и она нужна. Ну, там, чтобы так была катастрофа, а катастрофы нет. Ну, будем думать, планировать, как сделать проект и выделить на нее средства. Ну да, чтобы все дороги были в Старожевске красивые. Намск. Дорога износилась, находится в аварийном состоянии. Очень много производится вывозки леса. С Веселовки до Намска очень опасно ездить. Там автобусы возят детей в школу, школьные маршруты в скобках. Как будут ремонтироваться дороги этим летом? Сколько планируется сделать? Дорога республиканского значения, финансируется республиканское бюджет. Как я знаю, у нас 50 на 50 дороги муниципальные и республиканские. К сожалению, дорога действительно, она уже требует совершенно нового строительства. Даже не капитального ремонта. Участок очень длинный. В прошлом году был завершен капитальный ремонт 10 километров участка этой дороги. Должны были приступить к строительству 5 километров в прошлом году, но не хватило средств у республиканского бюджета. И эти работы были перенесены на следующий год, на 16-й год. Поэтому сегодня пока еще в бюджете на эту дорогу средств нет. Надеемся, что они так появятся. И надеюсь, что будет реализован так проект. Потому что сегодня есть проект у республиканского дорожного агентства на 10 километров этой дороги. И хочется верить, что средства будут найдены. И такую работу мы ведем с правительством, уже с новым министерством, которое отвечает за дорожную отрасль. Переговоры ведутся, источники изыскиваются. Действительно, это проблема. Потому что по этой дороге ездят дети в школу. Как из Намского Мордина, так и из Веселуки Мордина. Поэтому это проблема. Мы надеемся, что отклик у властей республиканского значения будет найден. Село Воман. Самая большая проблема – ремонт дороги. Республиканскую дорогу, упоминание того, что республиканская есть, все верно, от Старожевска до Вомана очень давно не ремонтировали. Ремонтные работы проводятся только до Старожевска. Просим начать ремонт в этом году с-под ТПК. Здесь также дорога республиканское значение. Она называется Сыктывкар-Троицкая-Печевск. Идет до Усть-Кулума. И так действительно получается, что также этот участок дороги за последние 10 лет все хуже и хуже становился. Сейчас он требует капитального ремонта. Поэтому на этот год запланировано также в Министерстве, которое отвечает за дорожную отрасль, средства. Пока в проекте достаточно средств. На эту дорогу пока хватает. Да, на эту дорогу. Как раз эти участки входят в план капитального ремонта. Я думаю, что если реализуется эта программа, которая намечена этот год, весь этот участок от Карткироса до Усть-Кулума, он будет совершенно новым, совершенно иным, и качественным для проектов. Это очень важная трасса. А у нас уже есть давно телефонный звонок. Спасибо вам большое за ожидание. Здравствуйте, вы в эфире. Да-да-да. Сделайте, пожалуйста, телевизор потише и говорите. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ничего, мы подождем. Добрый вечер, мне вопрос. Добрый вечер. Вот такой вопрос за счет бензина, который ты был задан. Алло. Пожалуйста, продолжайте. Да, целиком вопрос мы выслушаем. Вопрос по обеспечению нам с к бензином. Раньше был задан вопрос по обеспечению нам с к бензином. До сих пор никакого решения не принято. И второй вопрос за счет, как обеспечить пенсионеру дровами. У нас одни частные предприниматели, у них сумма равна пенсии. Что я пенсию получил, что пенсию задрала за потицию. Как потом пенсионеру жить, этот месяц запустил. Да, я прошу тщательно записать второй особенный вопрос, потому что я несколько его недопонял, если Василий Анатольевич вы поняли. Потому что давайте начнем с первого. Обеспечение бензином нам с к бензином. Имеется в виду просто розничные... Нет, нет, там действительно в Намске нет заправочной станции. Ни одной. Да, поэтому это проблема, людям приходится ездить в Карткиросе, заправляться. Поэтому мы так ведем переговоры с компанией, которая имеет заправку в Карткиросе. И есть договоренности, что она будет выезжать на автомобиле где-то несколько раз в неделю, определенные часы будет работать по графику, чтобы люди знали, когда можно подъехать и заправиться. Вот такая работа ведется с заправщиком. И скоро, да? Да, и скоро мы решим задачу. Касается дров... Да, актуализировали вопрос. Речь идет о том, что есть только продавцы розничные, которые наоборот не демпингуют ценами, а их завышают, и нет альтернативы приобретению. Ну, в общем-то, в Мордина и в Намске так много заготовителей, я думаю, у них и дров достаточно. И конкуренция есть. Поэтому для меня это странно, почему там завышаются цены. Поэтому проведем так анализ, выясним, кто там, кто занимается дровами. Проведем, так сказать, переговоры, попытаемся так оценить ситуацию и как-то вот на нее полеть. Да, на социальную позицию. Тоже из Вома на вопрос про снег. Неком не сейчас стало чистить дороги внутри села. Нет трактора. Хотелось бы ускорить получение трактора через Минсельхозпрод. Они нам уже обещали раньше. Просим вас, Василий Анатольевич, помочь решить этот вопрос. Я так понимаю, что понравилось, наверное, то, что нам удалось два таких трактора получить по программе Минсельхоза для села Керос и для села Сторожевска. Вдруг и третий раз. Да, это удалось хорошо. Действует, действует, помогает жителям. Ну, ведем переговоры с Минсельхозом, с правительством. Будем пытаться доказать, что Воман-село, оно традиционно сельхозяйственное и очень сильно развивается. А вот действительно сейчас внутри вообще никогда дороги не чистятся? Нет, нет, дороги чистятся. Просто действительно, это хочется, чтобы это было более так системно, чтобы было любое там, значит... Но техника в целом работает. Конечно, дороги чистятся. Ну, понятно, что не местным жителям, которые там проживают. Хоть так, чтобы он был... Здесь был трактор прямо вот в селе, и он по первому, так сказать, звонку езжал на дорогу. Здесь есть договоренности у главы поселения с теми, кто чистит дороги. И, возможно, это не бывает так быстро, когда ходит очередь. Поэтому в какой-то мере... Но надеются их ждут, имейте в виду. Да, да. Село Керес. У нас всех, кто живет за рекой Вычигда, волнует вопрос. Как будет работать Анопская переправа? Волнуемся, потому что в прошлом году, уже в сентябре, ее закрыли. Мы закрыли, действительно, по протесту прокуратуры, потому что в том году поменялись правила эксплуатации судов. Они стали жесткими в связи с безопасностью для людей, в первую очередь. И наша техника, которая устаревшая, это катер, это площадка. Они уже сегодня так не соответствуют, действительно, тем нормам и правилам для перевозки пассажиров на реках. Поэтому проблема такая есть. Дорогое удовольствие, чтобы это все привести в нормативное состояние. Поэтому мы пытаемся сегодня отрабатывать разные варианты, как привести как можно быстрее, значит, хотя бы приблизительно к тем нормативам. Ну, это самый реальный вариант. Сколько времени, сколько денег. Ну, мы будем идти к тому, чтобы переправа начала все-таки работать, как всегда, в мае месяце. Будем к этому идти. Способы разные мы ищем еще и перевозчиков, которые этим занимаются. А в Сыктывкаре, даже в Архангельске, которые готовы оказать нам такую услугу. Но это удовольствие дорогое. Дороже, чем новую переправу сделать. И рассматриваются эти вопросы. Мы прорабатываем с правительством вопрос покупки нового парома современного, нормативного. И также думаем над тем, как построить понтонный мост. Учитывая то, что компания Монди отказалась от сплава древесины, поэтому сегодня река, в общем-то, более-менее свободна. И наверняка уже можно ее и перекрыть, в общем-то, мостом. Работаем и в этом направлении. Поэтому сегодня такие заявки у нас есть, значит, в наше правительство. И, конечно, это уже перспектива. Это не поводится в этом году. Но мы работаем сразу одновременно так по всем направлениям. Хорошо. Несколько вопросов по ремонту зданий тоже пришли. Первый из Кереса. Меня, как работника культуры, волнует вопрос. Когда завершат ремонт кровли в нашем клубе? Организация ООО КАН не закончила работы. И уже с осени работники не появлялись на рабочих местах. Этот проект действительно в какой-то мере не завершен. Осталось процентов 10 работы. Конечно, администрация клуба виновата сами, что где-то упустили. Упустили подрядчиков? Упустили не то, что упустили контроль системный над объектом. Поэтому возникли споры по качеству работы. А, то есть они подписали акты все и подрядчик ушел, я верно понял. Нет, там в самом деле недоделаны работы. У нас на это есть средства. Начнется весна, уйдет снег. Поэтому незначительные работы, связанные с водостоками, где-то с пожарной безопасностью на кровле, будут завершены. И у нас это в плане, так в проекте. Мы или подрядчика вернем, который эти работы делал, или же будет проведен новый аукцион. Но это уже будет в апреле-май. Так что в этом году, я думаю, что кровля этого клуба будет приведена в порядок. Это хорошо. Культуре сейчас начинает уделять еще больше внимания, что очень приятно. Здравствуйте, вы в эфире, мы слушаем вас. Да, здравствуйте. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. И мы слушаем ваш вопрос. Да, я насчет села Строженск. У нас закрыли больницу. Больницу. У нас закрыли поликлинику, стационар в больницу. Да. Работаем только в поликлинике. И сказали нам, что в 2017 году мы перейдем в новую больницу. Я так понимаю, в новую поликлинику вы не перешли? Нет, нет еще, нам сказали в 2017 году. И ваш вопрос? И у нас вопрос. Будет у нас нет больницы новая. И можно еще вопросы, извините, пожалуйста. Да, конечно, пожалуйста. Нас в больнице сделали не санитарками, а уборщицами. Жилых помещений. Ясно. Можно узнать, санитарками будем, нет? Все, ясно. Спасибо большое. Если есть уточнения, пожалуйста, я прошу режиссера записать их. Да, и в целом обращение к уважаемым телезрителям. Во время общения, если вы дозвонились, пожалуйста, слушайте телефонную трубку, а не телевизор. Это сэкономит нам и вам огромное количество времени. Давайте начнем с первого. Ну, по поводу санитарок вопрос к Министерству здравоохранения, естественно, да? Вот, поэтому, я думаю, что вопрос такой имел. Переадресуем. Да, переадресуем. Касается больницы, также относятся к Министерству здравоохранения, но сегодня совместно с Министерством мы проводим работу над тем, чтобы сохранился тот функционал больницы, которая сегодня есть в части поликлинического обслуживания населения. Действительно, стационарных мест в поликлинике нет. Весь стационар переведен в районную больницу, в Карткировскую, в связи с тем, что здание аварийное. А поликлиническая помощь оказывается в полном объеме, которая была и всегда. Что касается строительства новой больницы, сегодня выделено место для Министерства здравоохранения под строительство новой терапевтической больницы, которая, я надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение, в общем, правительство по ее проектированию, с той целью, чтобы в ближайшие 2-3 года в Старожевске появилась новая медицинская территория. То есть к 2017 году, как и было заявлено? 2018 год, и вот так реально, по всем, так сказать, прогнозам, этот объект может появиться. Но, естественно, надо, чтобы было принято решение по выделению на него средств бюджетных, субликанских, я думаю, в первую очередь. Со своей стороны мы будем содействовать, способствовать тому, чтобы этот проект двигался и чтобы не задерживать, если это от нас зависит. Да, потому что это очень важно. Есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас очень внимательно слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы бы хотели услышать ответ по поводу капитального ремонта жилья у нас в Каткеросе. Наш дом по улице Лебедева, дом 8, стоит, значит, учитесь на капитальному ремонту. А есть постановление от 30.10.2013 года под номером 572, но пока никаких ремонтов не планируется. Наш дом, вокруг дома проходят все коммуникации, и холодная, и горячая вода, и отопление, и, значит, канализация тут проходит. Буквально по метру трубы трубы не хватает до дома подвезти. Но мы, однако, дрова готовим, печь, токим, воду носим, а жилищная управляющая компания у нас машиной качает жильский отход. А вообще абсурд какой-то получается. Вот будет ли ремонт нашего дома? Хотелось бы услышать ответ. Спасибо большое. Да, это, к сожалению, не первый вопрос и не первый район, в котором этот вопрос возникает, когда действительно необходимые коммуникации находятся в метре от дома, а провести их по каким-либо правилам и законам нельзя. А вот здесь почему? Дело в том, что как и в Карткиросе, так и в других поселениях много жилья, которое требует капитального ремонта, но сегодня это зависит, в первую очередь, от жильцов. Насколько они хотят участвовать в капитальном ремонте. Надо иметь в виду, что с этого года практически все расходы так ложатся на жильцов. И поэтому поддержки государства с этого года уже нет. Было сказано вот об этом постановлении. Я знаю, что у нас на этот год запланировано 9 домов поставить на капитальный ремонт, где есть согласие жителей. Не помню по этому дому. Если есть решение жильцов, это не проблема, чтобы он попал в тот план. Да. Ну, в любом случае, все вопросы будут переданы в администрацию. Через неделю ответы, в том числе, относительно вашего дома, появятся на сайте. Вопросы из контакта нашей группы. Здравствуйте. Очень хотелось бы узнать у нашего главы. Я жительница поселка Приозерный. Мои дети обучаются в нашей школе, но дальнейшая судьба школы неизвестна. Я так понимаю, что хотят оставить только начальную школу, а всех детей увозить в соседний поселок. Школа хорошая, обучаются все 11 классов, результаты отличные. Учители по предметам. Спортзал один для детей и взрослых. И теперь мы остаемся фактически ни с чем. Подскажите, пожалуйста, правда это или нет, и будет ли все-таки учитываться мнение жителей поселка? Ну, во-первых, если играть по поводу учитывать мнение жителей, конечно же, сегодня оптимизация учреждений образования согласовывается, а, с советом муниципального образования, б, и с жильцами. То есть проводится слушание, на которых вот это решение, которое так предлагает управление образованием, оно обсуждается с жителями. Если говорить по поводу идеи самой, что при Озерном будущем планируется, так по нашему мнению, только начальная школа и детский сад, оно, в общем-то, обосновывается тем, что в 11 классе учатся двое-трое ребят. И, конечно же... Тут вопрос целесообразности. Да, целесообразность раз. Но вот это произойдет? Да, пока что это в плане есть, но повторяю, что здесь... Слушаний еще не было. Обсуждение, слушание и приниматься решение будет не только администрацией. Поэтому, уважаемые ученики, учащиеся и родители с вами должны, по крайней мере, мы услышали это обещание, обсудить. Время беспощадно. Василий Анатольевич, спасибо вам большое. Личный прием главы Краткировского района сегодня завершен. Если вы отправили свой вопрос, но он не был озвучен в эфире, через неделю все ответы, согласно правилам нашей программы, должны быть опубликованы на сайте района. В следующую среду свой личный прием проведет начальник управления ГИБДД МВД по коме Олег Блохин. Отправляйте свои вопросы в главконтроль группы Юргана ВКонтакте и звоните на автоответчик редакции. Завтра в 8 вечера смотрите детали дня с Екатерины Ставировой. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова